Модул Selection предваряет и GenLog, и Logit Regress. О том, как работает Model Selection на больших данных, мы уже рассмотрели в первых видео, относящихся к блоку, собственно говоря, применения многомерного... Это уже Logit Regress, не туда зашел. Logit Regress, и здесь, собственно, два блока, вот, собственно говоря, первые видео посвящены как раз применению Model Selection. Собственно говоря, результаты Model Selection для полученных в тех видео мы сейчас и воспользуемся. Итак, мы получили блок Generating класса, состоящий из ряда многомерных эффектов, в данном случае их 13. В красном я выделил те эффекты, в которых участвуют зависимые переменные. В качестве зависимой переменной я хочу рассмотреть участие в легальных демонстрациях. В качестве предикторов остальные формы активного участия. Участие в компаниях, странам, контакты с политиками и так далее. Собственно говоря, все вот эти переменные из данной базы, из данного сета, этот сет вырезан из базы ESS за 2012 год. Итак, отсылаю желающих понять, как получен этот Generating класс к тем видео, на которых уже сакцентировал внимание. Опять же, я подготовил шаблон, который отличается от шаблона для GenLog. Он не сильно отличается, но отличается. Суть в том, сейчас откроем его и посмотрим. Открываю я его уже через Logit регрессию. Итак, я в Logit регрессии. Собственно говоря, вот шаблон. Логично, что отличие данного шаблона в том, что здесь есть окошечко для зависимой переменной. Опять я копирую эффекты. Можно все эффекты скопировать, шаблон к этому готов. В любое место, кроме серых областей. Использую опцию текст по столбцам. Все это уже было в предыдущем видео. Ставлю знак звездочка. Далее готово. Копирую. Ставлю.